А, извиняюсь, забыл включить микрофон. Да, доброе утро! Доброе утро! Да, сейчас, секундочку. Я хочу еще организационные моменты сразу же сказать. Запись вебинара будет. Она будет через пару часов после окончания здесь в чате. И если кому-то индивидуально нужно, то напишите. Мы отправим вам на электронный адрес тот, который был указан при регистрации. Вопросы можно задавать в чате. Можете поднять руку вот здесь вверху. Можно поднять ручку и задать вопрос. Вот здесь вот я сейчас покажу. Да, совершенно верно. Вот так вот. Или просто, как я уже говорил, реакция на «Если все понятно, ставьте лайки, улыбайтесь» и тому подобное. Да, вопросы будем задавать по мере поступления. Какой-то кусочек темы закрываем, открываем чат с вопросами, читаем, и Игорь будет на них отвечать. Если кому-то... А, то также попрошу, пожалуйста, все микрофоны выключить, выключить видео, чтобы было всем удобно и комфортно. Если у вас какие-то дополнительные вопросы будут, можете в конце их задавать уже. Игорь, я думаю, что время начинать. Да. Слава вам. Спасибо большое еще раз за приглашение, Ольга, или компания MOOC. Сегодня тема нашего семинара действительно это Azure Fundamentals. Это темы, которые рассматриваются в том же экзамене AZ-900 для того, чтобы вам дать представление общее и тому подобное. Я постараюсь не вдаваться в глубокие подробности, как это все работает и тому подобное, потому что тема очень обширная. И сразу скажу, что тема Azure Security Center очень неблагодарная. Почему она очень неблагодарная? Да потому что Azure Security Center, наверное, самый динамически меняющийся компонент Azure. Постоянно что-то появляется. Например, у меня там есть некоторые скриншоты три месяца назад, и сейчас это уже другой Azure Security Center. Так что, если вы планируете работать с подобными решениями, вам придется быть всегда на чеку и всегда понимать, как это работает. То есть тренироваться, учиться и разбираться. Меня зовут Игорь Шаститко, как Ольга уже сказала. Я по Azure, мы уже с компанией MOOC читаем таких семинаров, наверное, уже практически год. Опять же, если хотите, можете запросить у MOOC предыдущие семинары, если это как вашего профиля специализации. Потому что мы и внутренние семинары, и внешние читаем. Так что поговорите с ребятами, девушками из MOOC. В общем-то, со мной можно легко также связаться через LinkedIn. Не стесняйтесь, да, вот тут внизу у меня есть соответствующая ссылочка на LinkedIn. Либо просто по имени Игорь Шаститко вы запросто меня найдете в LinkedIn. У всех, у кого в профиле стоит IT, а не пустой профиль, да, я всех запросто добавляю в коннекшены. Так что не стесняйтесь. Тем более, что там я также стараюсь публиковать различные новинки, посвященные именно Azure. Ну и вообще профессиональными вещам. Кроме того, у меня есть YouTube-канал, который называется iWalker 2000 2000. И на этом YouTube-канале тоже достаточно много различных видеоматериалов. В том числе и учебных материалов по Azure Fundamentals. Целый тренинг есть. И еще, поскольку мы сегодня имеем дело с техническими специалистами, хочу сказать, что вы можете проверить свои знания. Вот у меня есть такая тема, которая называется публичное интервью на позицию Azure администратора, по большому счету, да, или Azure support инженера. Проверить свои реальные знания и получить некое представление, куда дальше копать. И что вы вообще должны знать в Azure, чтобы работать, например, как технический специалист по Azure. То есть вот эти все вещи. Это такое вот интервью. Мы договариваемся с вами и на часик записываем. Я задаю стандартные вопросы. В общем, посмотрите. Есть также на YouTube-канале и посмотрите про это дело различные видео. То есть там, в принципе, набор вопросов достаточно небольшой, потому что это связано с задачами именно работы администратора. Если хотите, свяжитесь со мной по LinkedIn и договоримся о прохождении такого интервью. Для вас это интересно тем, что вы получите представление, что вы знаете, чего вы не знаете и куда копать. Ну и еще раз большое спасибо компании MOOC за приглашение. Да, мы продолжаем линейку. В предыдущий раз, в прошлом, в пятницу было видео, посвященное у нас ARM-темплейтам, Bicep и DevOps для управления инфраструктурой. Теперь это безопасность. В безопасности мы поговорим о многих вещах. В основном мы поговорим о security-центре. Но до этого посмотрим обзор компонентов Azure для обеспечения безопасности облачной инфраструктуры. Поверьте, это будет весьма и весьма занимательное зрелище, потому что думаю, что многие из вас не видели полной картины, что Microsoft говорит про безопасность и управление инфраструктурой и тому подобное. Опять же, в действительности посмотрим, что из себя представляет Azure Security Centers, извиняюсь. И дальше не будет никаких слайдов, просто будут демо. Одно демо, второе демо, третье, четвертое, пятое, десятое. То есть все эти демо я просто последовательно покажу, постараясь заглянуть везде, где какие могут быть шероховатости, где какие могут быть недопомнимания, как это все работает и тому подобное. Это все будет, соответственно, в сегодняшней презентации. Так что постарайтесь следить за руками или следить за мышкой. Здесь больше будет именно внешнего интерфейса. Я не буду запускать в командной строке, хотя некоторые командные строки мы посмотрим вот здесь. В основном это все будет демонстрация через интерфейс. Ну и, как я уже обещал, стандартные, скажем так, вопросы, связанные с безопасностью. Перед тем, как люди уже начинают добавляться в LinkedIn, как я уже говорил, не стесняйтесь. Перед тем, как говорить о том, что называется безопасность в ажуре, стоит говорить о том, что клауд или не клауд, он премис и особенно гибрид, они все попадают под одну общую подход. Вот у кого-то там микрофон включен. Они все попадают под общее представление того, что называется defense and depth. То есть о каком бы типе архитектуры мы ни говорили, о какой бы безопасности ни говорили, будь то клауд, будь то не клауд, все равно всегда есть вопросы, связанные с защитой данных, всегда есть вопросы с защитой приложений, хостов, внутренних сетей, внешних периметров сетей, физической security и подготовки людей, то, что называется people policy and processes, для работы с безопасностью. Это важная часть. И помните, что если у вас в ажуре вроде как все хорошо или у ваших клиентов существует on-premise инфраструктура, которая подключена как гибридная, это может создавать как раз большую еще уязвимость, нежели то, что вы сидите и считаете, что ой, все хорошо. И причем, опять же, как там наблюдает Microsoft, у Microsoft, как вы знаете, есть intelligence, security intelligence report, так называемый SIR. Если вы напишите www.microsoft.com.sir, S-I-R, то security intelligence report вас перекинет на соответствующие репорты. В этих репортах есть интересные выводы, например, то, что on-premise инфраструктура представляет из себя большую угрозу для клауд-инфраструктуры, чем все остальные угрозы вместе взятые. Хотя, казалось бы, клауд открыт всем ветрам. Коллеги, проверьте еще раз микрофон. У вас там у кого-то мыши шкребутся или крысы, я не знаю. Да, кто-то шуршит, но я не могу найти, кто это. Ольга, вы замьюте всех, а я потом размьючусь. Ну, пока не шуршат. Шуршунчик ушел. Вот. Окей. То есть это важная и нужная часть, и нужное понимание. То есть не надо думать, что если вы все перенесете в клауд, у вас все будет хорошо. Второй момент, который я всегда показываю, да, и о которых всегда Microsoft говорит, это модель безопасности, исходя из того, какой тип, какая инфраструктурная модель у вас используется в облаке. И за что вам все равно придется отвечать в облаке. Вы про это тоже должны помнить и тоже должны знать. Соответственно, если говорить про все уровни, о которых мы выше тут перечислили в on-premise, за это вы отвечаете полностью. Если мы говорим про iOS, то фактически Microsoft закрывает за собой физическую security, а вот хост инфраструктура и нетворк управления сетью уже на вашей стороне тоже. То есть как бы Microsoft предоставляет базовые сервисы их защиты, а сегментирование сетей и прочие-прочие вещи типично, опять же, лежат на вас. Если мы пойдем к паасу, то с паасом еще лучше с точки зрения безопасности для конечных пользователей. То есть здесь мы можем говорить о том, что часть, связанная с управлением сетью, с хостами и так далее, ложится уже на дело Microsoft и тому подобное. То есть это вам также поможет понимать вещи, связанные с ответственностью, с зонами ответственности. И не надо считать о том, что клауд является некой серебряной пулей, которая решит ваши все проблемы. Поверьте, безопасность и клауд добавят вам столько головняка, сколько вы себе не представляете. И вот официальный слайд, который называется Microsoft-овский Cyber Security Reference Architecture. Надеюсь, вы с ним знакомы. Если вы с ним не знакомы, полную презентацию, ну так, чтобы было совсем хорошо и страшно, вы можете скачать вот здесь. Там много чего и много чего интересного есть. У Microsoft-а есть Security Best Practice. Мы о них сейчас тоже поговорим. У Microsoft-а есть Cloud Foundation, где вы сможете почитать про Cloud Foundation Framework, где про Security и требования к Security тоже сможете почитать. Ну, в общем-то, слайд – это on-premise. Стандартный on-premise. Мы имеем интранет, мы имеем некий экстранет, мы имеем некие службы на входе в дейта-центр, которые обеспечивают нам базовые службы безопасности и тому подобное. Если говорить о развитии дальше в облачные технологии, sorry, да, клиенты. У нас есть клиенты стандартные, которые работают вовне, внутри у нас есть некие сервисы, обеспечивающие управление из внешнего мира для подключения ресурсов и тому подобное, проверки их. И Identity, кроме внутренней безопасности Active Directory, у нас есть еще сервисы ЦАСовские, Office 365 и тому подобное. Для обеспечения Identity у нас есть соответствующие вещи, связанные с Azure Active Directory и всеми вещами, которые предоставляет Azure Active Directory. Плюс у нас есть Conditional Access, который может быть использован для подключения как к девайсам, так и к различным сервисам. Сейчас мы дойдем до цели. Также мы можем использовать Azure Application, Azure AD Application Proxy для доступа к каким-то приложениям извне, через клиенты, через Azure AD, через Conditional Access и тому подобное. У нас появляется гибридная инфраструктура с экспресс-раутами, приватлинками и прочими ИАСами и ПАСами. И вот здесь вот, обратите внимание, у нас появляется Security Center, как средство контроля за инфраструктурой, за безопасностью инфраструктуры, контроля за состоянием. Давайте правильно говорить. Контроль и управление состоянием инфраструктуры безопасности. То есть, если мы говорим об Azure Security Center, то это является базовым основным инструментом именно в режиме CSPM. Погуглите, если хотите. Cloud Security Posture Management, что это такое, его задачи и тому подобное. Итак, то есть, мы контролируем при помощи Security Center состояние безопасности, которое, в свою очередь, может иметь различные инструменты управления. В данном случае, как вы видите, здесь идет прямая связь с Azure Defender, с возможностью контроля за различными типами решений. И, с другой стороны, инфраструктура безопасности базируется на всех этих XDR, которые предлагает Azure Defender для управления, где поверх всего этого дела живет Sentinel. По поводу Sentinel и запросов на проведение тренинга или даже обзора Sentinel, я бы сказал, да, можно его сделать, но он будет достаточно абстрактным, пока вы лично не почувствуете, не посмотрите и тому подобное. Скажу так, да, то есть, как бы для большинства компаний, особенно средних и небольших, кто содержит свою инфраструктуру в Ажуре, на ближайшие полгода игр с Azure Security Center хватит с головой. Почему? Потому что там тоже достаточно много вопросов, тоже достаточно много вопросов, почему именно так должно быть сделано и тому подобное. А вот после мы переходим уже к Security Operations, когда именно управление состояниями безопасности у нас выработано, построено. Мы знаем, зачем, что используется, как это работает и тому подобное. Тогда переходим к Security Operations. Но опять же, да, Security Operations в небольших компаниях достаточно условно. Хотя Sentinel, да, то есть, как бы позволяет вам вполне успешно работать с различными ситуациями, проблемами и тому подобное. И это еще не все. Здесь, как вы видите, у нас разработка, трасты, GitHub Advanced Security. Все это базируется также на том, что я рассказывал раньше. Это Security Privileges Access. Посмотрите, что это такое. И что такое PAO, Privilege Access Workstation. Это до сих пор используется. И до сих пор должно быть, даже несмотря на Azure, несмотря на другие облачные технологии, то есть рабочие станции, аккаунты и так далее, где выполняется работа именно с облачными технологиями, должны быть защищены. У Microsoft есть для этого методология. Раньше это был Red Forest в Active Directory. Теперь это называется вот Securing Privileges Access в разных его сценариях. И PAO для управления, то есть рабочими станциями. Это почему я говорю о том, что атаки из on-premise на облако наиболее вероятны. То есть перехватываем управление административной машиной и получаем credential и администратор. И не надо облако ломать, напрягаться и тому подобное. Ну и Information Protection со всеми его возможностями, со всеми его вещами, с Compliance Manager и тому подобное. Это та часть безопасности, о которой мы говорили. Плюс Microsoft сейчас ввел то, то, что называется Secure Score и оценка безопасности и Compliance безопасности, которые предоставляются, опять же, дорогим и любимым Security Center, тем же Information Protection и Compliance Manager для того, чтобы оценить реальное состояние вашей инфраструктуры. И здесь те самые люди с его процессами, с их процедурами и прочим, прочим, прочим. И плюс тулы такие, как Attack Simulator, Risk Management, Communication Compliance и прочие вещи в работе. То есть это все вместе и представляет из себя модель безопасности Microsoft. То есть мы сегодня поговорим именно о том, что называется... Мы не будем говорить, что вот как это сделать. Мы поговорим о том, что называется управление состояниями безопасности. Это как раз задача Security Center. Во многом, многие вещи Security Center пересекаются с Sentinel с точки зрения обнаружения базовых атак. Но это благодаря не самому Security Center, а именно Azure Defender, который содержит в себе XDR, Extended Detection and Response и так далее. То есть как бы... Но, как вы видите, для любой инфраструктуры он-премис, ажуровской, third-party, если у вас есть некий микс из этого всего дела, Azure Security Center, гибридная инфраструктура, он-премис инфраструктура, IaaS, PaaS инфраструктура, must-have должен быть настроен, сконфигурирован и так далее. И обеспечивает, собственно говоря, работу. Вопросы по данной вещи? Напоминаю о том, что вопросы можно задавать в чате. Для того, чтобы мы быстро на них среагировали, можно поднять руку, можно отправить какой-то смайлик. Да, если все понятно, можете поставить вот такой вот лайк, а поднять руку также вот здесь вот. Окей, тогда пока пишут вопросы, никто руку не поднимал, кто-то поставил лайк. Поедем дальше. Опять же, да, линки можете поискать. Вот по такому сокращенному линку попадете на саму Cyber Security Reference Architecture, страницу там же с презентациями, там же с видео и тому подобное. А я хотел сказать дальше пару еще слов о том, как это должно работать. Это Best Practice. Обратите внимание, по поводу Best Practice стоит пройтись по ним просто для общего понимания, что Microsoft говорит. Это Security Score должен вашим основным быть инструментом. Пароли Enterprise Segmentation and Zero Trust, Threat Protection для Azure Resource. Это тоже та часть, которая касается Security Score. Но обратите внимание, Security Score является первым. различные варианты с ролями, с ответственностью, фаерволами и тому подобное. Но, как вы видите, из всех десяти на первом месте как раз Operational Security Score, где вы, используя инструмент под названием Security Center, пытаетесь, по крайней мере, отполировать вашу инфраструктуру, изменить вашу инфраструктуру таким образом, чтобы можно было работать и двигаться в отношении защищенной инфраструктуры и дальше уже менять те или иные какие-то подводные камни. Вот про тот слайд, о котором я говорил, это, видите, одна инфраструктура. Сейчас вы увидите совершенно другую структуру Security Center. Многие роли поменялись, многие вещи поменялись и так далее. То есть, как бы, административный аккаунт и account protection. Must have. Это про то, что я уже говорил. Мультифактор аутентификации, пасворды и прочие-прочие-прочие вещи. Плюс Secured Workstation must have также. То есть, что такое Secured Workstation? Здесь вот подробно описано, как оно строится, какие требования и прочие-прочие вещи. Опять же, да, Privileged Access. Посмотрите здесь, как это настраивается и в ажуре, как это настраивается и в on-premise решениях и тому подобное. Но это должно быть. И дальше уже, в принципе, более или менее такие меньшие вещи, которые больше теоретические, чем практически. Монитор атак, как вы видите, везде защита от потенциальных атак при помощи Azure Defender, который, опять же, включается, управляется и контролируется через Azure Security Center. Например, Secure DevOps, SecDevOps или DevSecOps, которые планируют, смотрят, почему, где и как. Но в любом случае, то есть, как бы, не тема best practice сегодня, чтобы вы понимали responsibility, ответственность, кто за что, какие команды отвечают, какие права у них должны быть, какие документы у вас должны быть для этого дела и тому подобное. Настройка сетевых вещей в действительности важна, но, как вы видите, она менее важна, чем изначальный фундамент для контроля за всем этим. Application Firewall, опять защита от ДДОСа и следующие вещи. Вот теперь можно, опять же, вопросы. Я постарался очень кратко, не вдаваясь в теорию, потому что дальше у нас пойдет, по большому счету, практика. Так, вопросов, я так понимаю, нет. Руки никто не поднимает. Если... Нет, у нас есть вопрос, наверное. Вот у нас поднятая рука, да. Я не увидел. А, вопрос по поводу... Ну, отчасти связан с тем, что вы сейчас рассказываете. Планируется ли такой же самый курс, митинг или мероприятие про офис 365? Там тоже есть очень интересный раздел секьюрити. Мы частично его уже рассматривали ранее, посвященное не сколько самому офису, сколько пакету, да, Enterprise Management плюс Security. Мы там это дело рассматривали, так что это было осенью прошлого года. Не знаю, стоит ли повторять, потому что ничего принципиально нового пока не работает и так далее. Тут попросили вернуть Page 2. То есть пока к муку. То есть не ко мне больше, а к муку для того, чтобы посмотреть это дело. То есть может запланируем как-нибудь позже. Ага, спасибо. Бест практик 2 на страницу. Начинайте с Security Workstation, АКМС Secure Workstation, да, и там дальше, в принципе, все остальное будет включено. Окей. То есть это была теория общая. Я думаю, стало понятно, надо было бы поставить этот слайд как заключительный еще раз. Стало понятно и место Azure Security Center, и его назначение, и тому подобное. То есть еще раз, не стоит его рассматривать как некий Silver Bullet, серебряную пулю, да, которая бы решала все вопросы. Это не так. Но во многом это позволяет вам приблизиться к пониманию, в правильном ли направлении вы работаете, и как это работает. Немного еще теории, да. То есть как бы, опять же, задача Security Center как такового, быстро реагировать на изменяющиеся ворклоды. То есть Security Center не оперирует сам по себе ничем, он оперирует только логами и материалами, которые предоставляет, предоставляет, соответственно, Microsoft с AI. Фактически, чтобы вы понимали, Security Center – это некая часть огромного AI, которая работает в безопасности совместно с Sentinel. То есть вы отдаете данные, эти данные анализируются Microsoft. Причем алгоритмы анализа, исходные данные и тому подобное берутся Microsoft отовсюду и меняются чуть ли не ежеминутно, поскольку это различные, то есть так называемые сенсоры разных компаний, от них тоже поставляется информация и тому подобное. То есть получается что? То, что даже если мы не знаем об атаке, но мы видим возможность, и я имею в виду принципы в атаке, но мы видим, что такая возможность существует, и она уже где-то происходит, Security Center реагирует. То есть он реагирует не на застывшие некие схемы вашей инфраструктуры, которые вы описали, а он реагирует на то, что знает AI позади Ажура, позади Security Center, как он обрабатывает информацию, и соответственно здесь как раз вот те самые сложные атаки, которые все усиливается, усиливается, усиливается. Опять же Security Center позволяет, по крайней мере, обнаруживать и понимать, что происходит, что что-то не так происходит. пока еще не говоря о расследовании, о реакции и тому подобное, мы можем видеть, что у нас что-то происходит, не зная о том, как это реально работает, даже в этом отношении. Опять же, вам не нужно работать напрямую со всеми этими знаниями, вы можете просто понимать, как транслировать те или иные сообщения, те или иные знания и тому подобное. Соответственно, это опять же ускоряет и подготовку специалистов по безопасности, и анализ событий, происшествий и тому подобное. Ну и очень важной частью является, опять же, настройка. То есть, с одной стороны, мы что-то видим, что-то мониторим, с другой стороны, это настройка. То есть, как бы, благодаря Security Center, мы можем изменять, улучшать наше состояние, нашей безопасности. очень просто, поскольку у нас есть рекомендации, рекомендации против различных возможных угроз, рекомендации, меняющиеся, да, у нас есть инструменты аутопровиженинга, подключения и тому подобное. Это все Security Center. И вот, собственно говоря, то, что он из себя представляет, или то, что он из себя вам показывает. Несколько простых примеров. В данном случае вы видите те самые состояния, те самые рекомендации и Security Score, то есть, оценку работы вашей Security, исходя из неких правил. И каждое из правил с детальными вещами расписано, что вам нужно поменять, как вам можно улучшить инфраструктуру, что для этого требуется. Кроме того, вы можете видеть эту инфраструктуру, исходя из, если это мы говорим про Azure, из диаграмм Network Mapping, где, опять же, каждый из компонентов уже по отдельности представлен с его состоянием, с его параметрами и тому подобное. Поверх Security Center работает Defender. Опять же, не стоит воспринимать его как компонент Security Center. Это XDR, средство, да, то есть, как бы, по расширенному обнаружению и реакции на различные вещи. Воспринимайте его как продвинутый антивирус. Его задача, на самом деле, кроме того, что обнаруживать уже известные атаки, собирать все, что можно собрать, все, что можно узнать о различных компонентах операционной системы, различных компонентах сервисов Ажура, то есть, просто следить, скидывать это все в общую базу знаний, где общая база знаний после этого будет, будет, опять же, обработана, переработана и сгенерированы некоторые рекомендации и тому подобное. Поэтому, поэтому, да, то есть, как бы, Defender является must-have, то есть, кроме декларативной безопасности, которую выполняет Azure Security Center, Defender добавляет активную, да, безопасность, исходя из того, что он предоставляет необходимые отчеты и работает, как вы видите, с большим количеством различных сервисов, обеспечивая их безопасность. И что именно он обеспечивает, да, то есть, как бы, ну, в данном случае это пример для серверов. Обратите внимание, что, во-первых, это фактически является дополнением или расширением Microsoft Defender for Endpoints, да, то есть, есть антивирус, который сканирует на стандартной атаке, но поверх этого антивируса находятся сенсоры, которые отправляют все это дело в общую базу для анализа, для работы с Security Center, для работы с Sentinel и тому подобное, да. Второй момент это сканирование ассессмент на возможные угрозы, на возможные уязвимости. То есть, мы говорим не просто о вирусах, мы говорим о настройках, о параметрах, которые могут быть, как бы, уязвимы для системы. Следующий момент это Just-in-Time Virtual Machine Access. Фактически, Azure Defender манипулирует, мы про это поговорим отдельно, фактически, Azure Defender манипулирует Network Security группами, которые привязаны не к операционной системе, то есть, опять же, да, как я уже говорил, это комплекс. То есть, с одной стороны, мы имеем дело с операционной системой, с другой стороны, мы имеем дело с объектом Azure, как виртуальной машиной, которым Azure Defender манипулирует с теми же Network Security группами для того, чтобы обеспечить возможное подключение или не подключение к RDP. То есть, фактически, он закрывает RDP, вы пытаетесь подключиться, сигнал уходит Security оператору, Security оператор принимает решение о том, что да, будем подключать или нет, не будем подключать, и в результате порт открывается или закрывается. Так это работает. С другой стороны, например, это интегрировано с тем, что называется Change Management и Inventory, фактически, File Integration Monitoring тоже встроен в Defender, агент, который собирает требуемые файлы и следит за их операциями, то есть, изменениями и тому подобное. Adaptive Application Control, опять же, это еще один модуль в Ажуре, известный вам как AppLocker, который позволяет вам блокировать различные вещи, связанные с запуском приложений, наличием приложений на дисках и тому подобное. Если мы говорим про Adaptive, опять же, инфраструктуру, это Network Hardering, возможность изменять те же Network Security группы права на различные типы атак и тому подобное. То есть, фактически, мы собираем некий трафик, мы понимаем, что происходит, после чего говорим, не-не-не-не-не-не, вот этот товарищ, который с таким IP очень подозрительно себя ведет. Закрываем портик и добавляем соответствующие права. Docker Host Hardering, если у нас это присутствует, File Less Attack Detection, как я уже говорил, какие-либо изменения в памяти и тому подобное. нетипичные вещи, происходящие в системе, это, опять же, задача Azure Defender, ну, фактически, расширение Endpoint для репортинга и для того, чтобы потом понять, что происходит. Аналогично Linux Audit для машин. То есть, это все, скажем так, теория, поскольку виртуальные машины наиболее уязвимы, да, по этому делу, поэтому я вот решил немножечко рассказать про данную часть систем. Вопросы. То есть, как бы, понятна сама идея, я надеюсь, то есть, с одной стороны, это просто некий инструмент из разряда искусственного интеллекта для работы с вашими security. В реальности, опять же, ваше security, ваши параметры, ваши события где-то в глубине ажура сравнивается со многими сенсорами, со многими информационными потоками, со многими правилами и на выходе для security центра еще раз предоставляются некие варианты анализа и оценки вашего текущего состояния. Даже если вы не знаете, как это защищать, что это защищать, система будет вас защищать. С другой стороны, это описанные правила, которые позволяют вам четко понимать, исследовать стратегии. Ну и Azure Defender. Окей. Тогда, если здесь, не знаю, вопросы есть, нет, поднимаем, вот тут руки люди подняли. Это просто они не убрали назад эту ручку. Вопрос был задан, но ручка не снята. Окей. Окей. Тогда самое главное. Я обещал про конфигурацию систем защиты Azure Security Center. Я обещал рассказать про все это дело в виде демо. Поэтому демо. Я постараюсь делать не быстро, потому что для многих может быть эта штука как это весьма и весьма как это непривычно. где мой где мой Azure как вы думаете. Так. А, вот. Итак, стандартная консолька Azure портала. Security Center у нас находится либо вот так. Упс. Security Center находится либо вот таким вот образом, либо он всегда присутствует вот таким вот образом. Это то, что называется Security Center, который показывает вам какую-то какие-то значения, какой-то ваш скоб, как вы видите, да, который у меня 24, который показывает состояние Azure Defender. Новая фишка это управление Firewall для всех сетей и так далее, если требуется. Также вы видите регуляционные compliance, то есть не путаем то, что касается наших настроек, нашей безопасности и так далее, и то, что есть в регуляциях, которые могут отличаться. То есть здесь, грубо говоря, технические вещи, здесь больше регуляционные вещи, которые must have, да. и здесь также, если вот тут немножечко проскролить все, что касается security, все, что касается каких-то дополнительных рекомендаций, дополнительных настроек и тому подобное, и каким образом вы можете приращивать, приращивать свои security scope. Причем главное, что вы должны запомнить, это не моментальная система, то есть вы моментально меняете, и это хорошо, оно моментально например, применяется к эксплуатации, работе и тому подобное, но чтобы вот здесь поменялись какие-то параметры, вам нужно подождать как минимум 30 минут, потому что типичное сканирование на требования рекомендаций, на требования регуляционных комплайнсов происходит минимум раз в 30 минут, и эта опция не настраивается, поэтому сделали, расслабьтесь, оно уже применено, если вы применили сразу, то может быть через полчаса вы увидите, что правильно вернее, то вы увидите изменения, если неправильно, попробуйте сначала разобраться, чего вы сделали неправильно, да, это та самая консоль, которая позволяет мне увидеть мою безопасность, увидеть общие поинты, увидеть все соответствующие вещи и тому подобное, кроме того, здесь есть очень много опций, которые касаются опять же Get Started, я, кстати, категорически не люблю вот эту вот Get Started, потому что она создает после всего прочего проблемность в эксплуатации, я считаю, всегда говорил, что это надо переделать, ну, по крайней мере, там, где документации нет, не документация, а операция. Начинаем работу с Price and Settings. Это наш Price and Settings, это наши Management группы, Subscription и Workspace. Workspace это та часть логов, откуда, собственно говоря, Security Center получает информацию, сравнивает с правилами, которые ему прислал искусственный интеллект и тому подобное для их анализа. Так вот, у нас есть два варианта выбора, на самом деле, у вас практически нет выбора, вы можете настроить Security Center на работу с каким-то Space или настроить на работу с подпиской. Подписка будет правильным вариантом. Здесь вы видите вариант, который Azure Defender Off. Это обозначает, что вы получите только Security Score и получите только базовые асессменты. Если вы хотите защищать свою инфраструктуру в реальном времени со всеми 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 вещами, вы включаете Defender. К чему это приводит? Это приводит к тому, что у вас цена за каждый управляемый объект прыгает до 15 долларов в месяц, либо же по факту неких операций. Можете посмотреть, например, за Кубернет и вы заплатите 2 доллара за виртуальную машину, за ядро виртуальной машины, которое используете в кластере в месяц. То есть, если у вас, грубо говоря, один управляющий, а, за управляющего не платить, допустим, 2 кластера по 2 ядра, 4 за двадцатку, восьмерку за кластер заплатите, да, и так далее. Здесь вы включаете то, что вы хотите мониторить, то, чем вы хотите управлять, как это будет работать и тому подобное. То есть, вы добавляете это в план или не добавляете, например, днс. У меня нет днс, поэтому в зону, поэтому мне не нужно. Ресурс менеджер. Почему бы и нет? Давайте следить за ресурс менеджером, посмотрим, что он делает. Ки волц. Нет у меня ки волцов, да, ну и остального ничего нет, все, что есть, как вы видите, я здесь потихонечку даже включил и включил даже лишнего, ну, не важно. Но это базовый выбор. Основной выбор находится на самом деле здесь. Давайте сохраним то, что есть, пусть помучается над ресурс менеджером. Аутопровиженинг это самая больная и самая странная часть для многих, кто начинает работать с секьюрити центром, самая странная часть, скажем так, работы. Опять же, помните, что секьюрити центром нужно терпение, он должен прижиться, настояться, забраться, как в том анекдоте, сейчас медленно спускаемся вниз и устанавливаем агенты на все виртуальные машины. Так и здесь, да, то есть, он должен медленно поработать, прижиться и установить все агенты. Не торопитесь, если вы развернули виртуальную машину, либо SQL сервер и ждете, что он у вас вот сейчас же появится, это неправда. Есть некоторые трики, которые позволяют вам ускорить этот процесс, я их покажу, но в любом случае между установкой виртуальной машины и появлением ее в Azure Security центра могут пройти до полусуток. Поэтому делайте операции с Azure Security центра ночью, утром придете и на свежую голую посмотрите. Если нет, пинайте весь день и вечером опять делайте очередную операцию. Настраивал Security центр. Зато можно все рабочее время запросто списать в это дело. Кто-то уже обрадовался, судя по всему. Переподключитесь, пожалуйста. А, это не ко мне. Вот. Но самое главное в Auto Provisioning правильно настроиться. Правильно настроиться называется в том, что либо вы это все складываете, например, в дефолтный Security центр лог, либо складываете куда-то еще в другой workspace и тому подобное. Я предпочитаю складывать их в другой workspace, потому что опять же есть много нюансов, как я хочу управлять, где я хочу получать логи и тому подобное. Хотя это опять же тема выбора, тема настроек, тема параметров, которые у вас есть. Следующим аспектом очень важным это все, что вы хотите собирать в системе. Как вы видите, стандартные логи, которые вам нужны, это рекомендованный вариант command, то есть это значит, что с операционных сетей и систем будут также браться параметры аудита и прочие события, которые будут попадать в security log, в log analytics, который будет анализироваться. Он очень и очень рекомендован в этом режиме, ну и дальше, как я уже сказал, система будет работать. Такой же вариант, стоит ли устанавливать dependency agent, это то, что называется virtual machine inside service, да, стоит устанавливать и да, он будет потихонечку подтягивать все соответствующие виртуальные машины. Далее у нас идут очень важные вещи, кто получает нотификации, какой уровень нотификации вы хотите получать, по умолчанию всегда получает owner, опять же, да, как вы видите security админ, аккаунт админ и все кто у вас в данной роли, еще раз, это на уровне тенанта, кто у вас назначен сервис админом, аккаунт админом и так далее, здесь это работает, плюс можете добавить просто любые варианты. Интеграция, если у вас требуются различные сценарии параметров CI-CD, откуда берем, что берем, куда подключаемся, то есть мы хотим подключить все наши различные пайплайны и для того, чтобы запустить принудительно, то есть получить на самом деле информацию принудительно security центра, это возможно. Workflow automation, важная часть, в принципе, она доступна из многих вещей, здесь, как вы видите, добавляете свои workflow automation, мы про них будем говорить в последнем вещи. И часто требуемая и мало кто знает вот эту опцию, которая называется continuous export. Что такое continuous export? Это возможность предоставить другим работать security центром без доступа к security центру. Под другими чаще всего понимают какие-то приложения. То есть вместо того, чтобы дергать API, я могу например сказать, что я хочу обеспечить заброс security рекомендейшенов в хаб или в лоханалитику. Куда мы хотим забросить? Я хочу забросить в лоханалитику, соответственно, я выбираю требуемые мне параметры, что я хочу закидывать, я выбираю score, я выбираю что именно я хочу закидывать, я хочу закидывать security alert, я хочу закидывать регуляторий compliance, все как положено, все эти вещи пойдут в лох. соответственно, частота, снэпшоты, все как положено, и здесь мне остается только выбрать, я во второй закину target для работы, да, в таком случае, то есть, если вы хотите про мониторинг alerts, здесь просто статья, как использовать из Azure monitoring alerts внутри системы через security center. Вот таким вот образом у меня теперь есть возможность работать с требуемыми параметрами, давайте это отключим, hub я не хочу стримить, не хочу, не хочу, так, а что еще тебе не хватает, ресурс групп, извиняюсь, вот сюда, во, вот таким вот образом я настраиваю, то есть, теперь о том, что делает security center, я могу рассказать другим людям, и могу, например, через простые каста query, получать все необходимые данные, все необходимые отчеты, выгружать их для каких-то своих уже целей и работ, это понятно, да, и последняя вещь, это cloud connectors, вы можете подключиться к другим аккаунтам, для того, чтобы получать информацию оттуда, да, это касательно настроек в системе, да, то есть, обратите внимание, тут достаточно много параметров, которые следует сконфигурировать изначально для работы, ну, и наиболее важный из них, я считаю, auto-provisioning, если вы не хотите настраивать auto-provisioning, вы настраиваете, собственно говоря, добавление машин принудительно в требуемую security workspace для работы, и здесь стоит показать, как это выглядит, да, то есть, как бы, давайте возьмем, у меня тут просто уже много машин накидано, я боялся, что они не появятся к нужному времени, но они все появились, поэтому мы создадим еще одну виртуальную машину, он будет называться VM Sec Demo 05, она будет у нас, до сих пор запомнила, что я на востоке, она у нас будет West Europe, инфраструктура, маленький размер, нам это принципиально не надо, и соответственно, соответственно, да, лицензия у меня есть, да, все хорошо, да, не надо, кстати, поменяли недавно, кто не видел, теперь такая новая, более красивая вариант выбора, сеточка есть, Network Security Group не будет, кстати, а внешнее подключение разрешил, Network Security Group Public IP есть, Network Security Group не надо, Management давайте, чтобы он меня просто рекомендует для всех тестовых машин Auto Shutdown включать, очень и очень полезная штука, здесь тоже ничего не нужно, здесь ничего не нужно, и создадим машину, то есть в текущий момент с Auto Provisioning все новые машины, которые появляются в подписке, будут автоматически Provisioning при следующем цикле итерации, мы оставим пока как есть, а дальше пойдем двигаться соответственно по настройкам, все, вот сейчас в текущих настройках при добавлении сервера, то есть мне не требуется никаких дополнительных действий, все операции по настройке втягивания машины в управление автосистема автоматически выполнит таким вот образом установив extension, я говорил про manual вариант, про manual вариант подразумевает под собой то, что вы зайдете в созданную виртуальную машину и ручечками включите логи, ручечками включите VM Insights в Ажуре для работы с виртуальной машиной, это первая часть, о которой мы поговорили, да, фактически это вот активация Azure Defender, мы его включили, мы включили автопровиженинг, теперь посмотрим, каким образом работают те самые адаптивные защиты и что они из себя представляют, вот здесь вот опять непонятка, вот где искать адаптивную защиту, то есть адаптивной защиты нет и так далее, здесь в сеттингах кто-то видел, а, кстати, забыл сказать, если вы пытаетесь сделать то же самое через отдельную лоханалитику, обратите внимание, вы также можете включать лоханалитику, вы можете включить Data Collection, но вы не можете полностью управлять всем параметрам, всеми параметрами настройки и Auto Provision, то есть Auto Provision настраивается исключительно на уровне подписки. Да, возвращаясь к теме, где взять все автоматические настройки и тому подобное, оно находится в Windows Defender, причем находится вот в таком вот виде, то есть когда вы переходите к Windows Defender, мы его активировали, мы видим некий шаблон работы, то есть он у нас включен, все пять машин попали, как вы видите, под управление Defender, да, у нас остались две Application Service, которые мы не защищаем, у меня там есть, оказывается, и DNS, у нас остались незащищенными DNS сервисы и так далее, то есть теперь, чтобы это все сделать, мы нажимаем Upgrade и включаем, то есть тот же вариант, который был здесь вот, вот так вот, то есть фактически вот мы разрешили, вот поэтому мы видим пять виртуальных машин, вот мы разрешили, поэтому мы видим SQL серверы, вот здесь мы не разрешили, поэтому мы не видим, да, если мы сейчас это разрешаем, оно потихонечку втянется, он на DNS жаловался, DNS тоже разрешим, вот, теперь оно втягивается, при, опять же, да, не забываем соответствующие уровни стоимости решения, адаптивная защита, адаптивная защита находится вот здесь вот, да, не очень согласен, явно вот здесь вот находятся все опции адаптивной защиты и здесь вы их можете включить или выключить. Как это работает? Очень просто, да, мы видим Advanced Protection, мы видим Wurnability Protection и по клику на него мы видим три машины, которые не защищены никаким Wurnability Protection. Еще раз, Wurnability Protection отличается от антивируса тем, что это сканирование на предмет возможных misconfiguration, возможных угроз на уровне операционной системы и тому подобное. Одна из машин работает, три не работают. Что мы можем сделать? У нас есть несколько опций. Во-первых, почитать требуется это или не требуется это и соответственно посмотреть Quick Fix Logic, который себя представляет ARM темплейт, который мы можем задеплоить. Фактически он что делает? Он у нас добавляет соответствующие сервисы в виртуальные машины. С другой стороны у нас есть Learn More. вы можете почитать что это будет как это будет и на какие параметры оно подействует и что делает Fix Button вообще. Соответственно если у нас все хорошо мы считаем что это правильно мы можем запустить Fix. Если мы считаем что у нас есть какие-то дополнительные требования мы можем запустить Trigger Logic Application который выполнит опять же обслуживание базирующиеся на требованиях компании а не на том как это хочет Microsoft может сначала надо что-то проверить может сначала нужно что-то сконфигурировать до того как поскольку есть какие-то зависимости что-то с чем-то не работает и прочее прочее или мы можем исключить и сказать что у нас все хорошо не приставай как это главная кнопка сделать все хорошо и поехали да то есть как бы запускаем fix вот тут спрашивает можно наряду и после куска обзора pvm добавить комментарии про настройки для Application Service это широко используем да это широко используем Azure Service то есть как бы его задачей просканировать настройки вашей системы и следить за возможными атаками что добавляется как какие сервисы работают почему они крашнулись и прочее прочее сейчас посмотрим да опять же как вы видите выбор рекомендаций предлагается задеплоить то что базовая security рекомендует задеплоить тот самый ворнобилити сканер от qualis или какие-то свои если вы сами знаете у вас какие-то свои лицензии и тому подобное как вы видите вот можете выбрать из готовых лицензий которые есть пока что bring you on сканер надо сначала его установить внутрь виртуальной машины все три фикса процесс работы пошел работает just in time вот это вот интересная вещь обратите внимание оно в интерфейсе тоже так не очень понятно just in time known unprotected или known как таковой в реальности just in time configuration представляет из себя то что как я уже говорил Azure манипулирует параметрами подключения виртуальной машины к виртуальной машине и вы можете увидеть например здесь виртуальную машину такую которая должна быть подключена и должна работать то есть как это выглядит для простого пользователя раз два три прием все отлично извиняюсь за технические неполадки я таки и не понял с чего оно вдруг без моего спроса это сделало в любом случае возвращаясь к теме на чем мы остановились на just in time мы можем попробовать взять нашу виртуальную машинку теперь и при помощи данной виртуальной машины продемонстрировать и так подключение к виртуальной машине выглядит как вы знаете через кнопочку connect мы выбираем bastion и обратите внимание что вместо connect вы видите здесь то есть здесь у меня есть то что называется my ip another ip или all configured ip которые разрешены уже в группе для выбора то есть фактически у нас есть обратите внимание network security group когда мы сказали сконфигурировать just in time это сконфигурировала вот таким вот образом следите за мыслью да вот так это выглядит и соответственно дальше когда мы говорим про connect вот эти требования all configured ip приводят к тому что что за source у нас оказывается любой да то есть мы можем с любого ip адреса подключиться если там стоит конкретные ограничения по ip адресов мы выбираем my ip или other ip которые мы хотим добавить для подключения либо же вот в таком вот образе работы теперь когда мы говорим request access request постится но единственное что сейчас конечно пост он у меня заапрувлен как вы видите автоматом потому что я овнер овнера не ограничивают в реальности будет происходить следующее да то есть как бы в реальности сейчас в реальности при just in time вот здесь вот появится новый approval request который вы должны запросить и заапрувить вернее тот запросить а кто-то из администраторов и так далее должен заапрувить для дальнейшего для дальнейшей работы вот вы видите например сейчас инициацию подключения при помощи такого реквеста дальше я download файл и могу работать при этом если мы посмотрим network обратите внимание что произошло с network правильно с network произошла очень интересная штука мы добавили к 1000 запрету да 1000 запрос который разрешает подключение на мою машину при этом я мог еще и сконфигурировать эти запросы или могу сконфигурировать эти запросы для любых других машин так как мне надо работать каким образом например у меня есть машина 2 я хочу разрешить машине 2 just in time здесь как вы видите есть выбор портов здесь как вы видите есть выбор возможности удалить возможности поменять что вы хотите да перреквест или блок мы можем поменять время за которое предоставили для которой предоставляется доступ и сохранить все фактически опять же это манипуляция ажур контролирует прямое подключение RDP работать не будет если кто-то хочет задать этот вопрос сразу отвечаю оно никаким образом не отслеживает что вы пытаетесь подключиться вернее оно отслеживает но это не реквест вы должны зайти у вас должны быть права как минимум ридера виртуальной машины ридера NSG для того чтобы заполнить этот реквест и дальше поехать с этим реквестом подключаться то есть так это работает тут спрашивает оплата в секьюрити центре нет не зависит работает сервер не работает просто у вас фиксированные 15 сервисов в месяц вот это была та часть которая которая касается NSG почитать опять же посмотреть как это настраивается и тому подобное сможете позже опять же обратите внимание мы только что сконфигурировали конфигуратор правда еще не закончил но в любом случае скоро он быстро достаточно работает это можно увидеть на примере второй машины третьей машины и тому подобное где наша вторая машина мы вторую правильно сконфигурируем вот ее NSG обратите внимание вот оно вписалось security center gtrule бла 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 все запретило предыдущий RDP запретило ибо нефиг и будет дописывать роли которые требуются требуются нам для работы если мы посмотрим на то что есть у других виртуальных машин допустим давайте возьмем первую то здесь а кто это за denial я не просил deny давайте заловим нам она еще понадобится вот такие варианты и такие параметры это то что касается just in time следующая часть это advanced или adaptive application control это вообще за пределами как это фантастики идея application control базируется на вопросе правильно того что называется лох лох application локер что решение делает решение позволяет вам залочить на запуск только требуемые аппликейшены мы ее сейчас включили в режим аудита оно начнет собирать соответствующие параметры после чего вы можете настроить какие приложения должны работать какие не должны работать каким образом все эти доступы будут работать и настраиваться это идея адапт адаптив контрол с приложениями контейнеров у меня нет но в принципе хорошая штука тоже адаптив нетворк хардеринг что из себя представляет адапт а вот кто включил рдп скотина адаптив нетворк хардеринг раз 24 часа оценивает nsg и закрывает все понятно да то есть у нас есть некий план что вредно что хорошо а почему она включилась потому что я включил настройки для виртуальной машины есть соответствующие security группы система проходит по всем соответствующим security группам и закрывает все необходимые порты все необходимые параметры для того чтобы машина была защищена как она это делает это делается также через лох аналитику это значит что когда вы включаете настраиваете в реальности если вы знаете в мониторе у монитора есть нетворк а это сейчас не работает Microsoft кое-что меняет здесь должно показываться health и так далее и есть network security группы в каждой из network security групп устанавливаются извиняюсь устанавливаются свои как тебя теперь показать показать это ресурс блейд ладно пойдем через этот устанавливаются свои обратите внимание диагностик сеттинги которые скидывают параметры и network security group flow set logs которые скидывают трафик и параметры работы системы для того чтобы анализировать что происходит какой трафик идет какой статус и тому подобное network security центр производит анализ куда ходит трафик что плохие люди пытаются подключиться и прочее 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 и закрывает автоматически все ненужные порты которые он нашел в network security группе исходя из этого мониторинга круто круто это еще одна часть да следующая часть кстати давайте позлим network security центр nsg я сейчас возьму две виртуальные машины какие мы из них там не прописали еще публичные айпишники и попрошу вас просто туда ломиться RDP по-моему будет вполне вполне неплохо смотрите network security группа RDP разрешена на публичный айпишник ты кто у нас 3 первый был да на паблик айпи вот этот 13 если есть желание большая просьба туда поломиться RDP просто через обыкновенного клиента и какой мы еще не защитили третий третий тоже как вы видите защитился сам как будто мы его просили не ну просили мы включили hard мы разрешили это делать то есть система автоматически как только оно попало в логи проанализировало и поехало allowed allowed и второй это был третья машинка третий айпишник будет у нас вот этот вот попробуйте на них постучаться заодно там подбирать пароли любыми именами и паролями неважно 5 попыток подряд можете сделать будет неплохо посмотрим как на это security центр отреагирует что будет в логах и прочих вещах да это adaptive hard еще один момент это то что называется сиквел то есть сиквелом опять же тот же тот же сценарий те же affected ресурсы незащищенные ресурсы у нас произошло сканирование мы можем проверить сканирование и выполнить какие-то действия которые должны быть выполнены в системе здесь это не хардеринг это больше опять же анализ сиквел сервера и ее security настроек файл integrity файл integrity как я уже говорил Azure Defender представляет из себя возможность собирать логи то есть сейчас для всех серверов которые находятся у меня в сек демо мы говорим enable мы говорим что мы хотим собирать логи registry и так далее и тому подобное в реальности он включает аудит нам о каждой из машин который скидывает сюда все соответствующие вещи то есть теперь мы будем знать windows файлы надо было настроить ну ладно пусть собирает все подряд надо было настроить но по большому счету мы можем сюда вернуться какие файлы я думаю вы это уже видели потому что это делает также и ака аутом и аутом и шинс соответствующими вещами то есть таким образом он будет собирать все статусы машин с работой для опять же анализа для возможности среагировать на изменения и прочее прочее вещи и обратите внимание network mapping наш замечательный наша замечательная сеточка с каждой из машин которые здесь сейчас присутствуют с их параметрами с их проблемами с их разрешенным обратите внимание трафиком как вы видите any any что представляет из себя угрозы мы можем увидеть и трафик мы можем увидеть и машины мы можем увидеть и здоровые машины которые общаются с нездоровыми машинами чем по мне карантин да вот четвертая машина у нас теперь с точки зрения здоровья полностью здорова может быть вот хотя остальные нездоровые да то есть как бы и требует соответствующих действий это network мэппинг опять же да можно посмотреть кто как какие connectivity разрешены если мы сейчас где-нибудь запрем какой-нибудь порт мы опять же увидим через какое-то время через 30 минут визуальное изменение вот например про серверы обратите внимание пока мы с вами тут разговаривали здесь он еще не появился потому что 24 часа но в списках серверов пятый сервер у нас уже присутствует вопросы по этому поводу вы там ломитесь на работу к виртуал очкам окей если вопросов нет нет вопросов никто ни лайки ни руки не поднимает давайте перейдем тогда к следующей часть собственно говоря зачем мы это все делаем кто за это ответит кому это нужно и тому подобное зачем мы это делаем все опять же очень просто для того чтобы понять что происходит здесь мы видим windows defender как он работает но это еще не все поскольку у нас опять же есть security score как вы видите мы чуть-чуть продвинулись на три пункта там было 28 или 26 или на 5 пунктов security score и самое главное что мы должны здесь увидеть это наши рекомендации то есть наши рекомендации которые должны быть выполнены исходя из работы security центра еще раз эти рекомендации будут доступны и без defender они будут просто показывать вам базовые требования к тому что вы должны сделать например enable mfa и без всяких скажем так вещей работает как надо то есть что надо сделать у нас есть некая подписка предлагается настроить данную подписку настроить данную подписку можно либо путем триггера либо путем исключения ее из подписки можем указать expiration date например до ну чтобы не портить вид до следующего там пятницы и да то есть как бы вы правильно поняли если у вас есть какие-то вещи связанные с подобными настройками параметрами и так далее вы хотите показать красивую оценку это опять же можно все запретить разрешить закрыть и тому подобное как вы видите мы продвинулись в управлении security портами мы не продвинулись в вурнобилитис как вы видите вурнобилити асессмент должны быть разрешены на еще трех машинах на которых мы не разрешили а мы разрешили вроде правильно я же разрешал где обновление не приехало 24 часа понятно то есть это надолго для того чтобы увидеть что стало все хорошо то есть вы внимательно смотрите за тем кто как и почему обновляет и когда чтобы правильно среагировать и не делать резких движений здесь опять же угрозы которые должны быть ремедиейт то есть система благодаря тому что у нас есть внутренний сканер залазит в операционную систему и говорит ой смотрите так у вас же здесь апдейтики не стоят будьте добры зайти и поставить апдейтики у вас же здесь на такой машине вот с этими политиками проблема пожалуйста зайдите и настрой ну на самом деле только на одной машине потому что других еще не установились агенты и они не отрепортили но в любом случае да то есть как бы все вещи как вы видите здесь представлены для того чтобы выполнить ремедиейшн какие шаги опять же зависят от конкретного солюшена что делать какая угроза кто виноват куда бежать что читать и прочее 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 это задача в данной части ремедиейшн таким образом мы можем двигаться либо по группам либо по отдельным параметрам и если это возможно восстанавливать или как это фиксить путем предложенной варианта фиксинга процесса это наш секьюрити центр да с другой стороны у нас есть алерт что-то никто не ловится ко мне на порты или они закрыты уже стали этот самый секьюрити центр резко обиделся и заблокировал открыт открыт подключайтесь у кого там есть возможность помучать системку это алерты которые мы получаем исходя из различных проблем да то есть как бы исходя из того что у нас есть никаких алертов не прилетело поскольку никаких атак пока что не было обнаружено Defender Inventory Viceverse да то есть если рекомендации это то что вам система предлагает в целом по требованиям то Inventory это обратная часть что у нас сейчас управляется что у нас затянуто в систему для кого что и как включено вот вы видите например включенные политики и что в них не так исходя из соответствующих настроек вот то есть это опять же да то есть как бы кто меня спрашивал с application сервисами пожалуйста обратите внимание здесь у вас масса различных сценариев по выбору что сделать какие шаги надо предпринять и take the action отправляет нас на соответствующую страничку где надо пройтись по соответствующим рекомендациям Microsoft да то есть четыре рекомендейшена которые должны быть unhealthy 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 алертов относительно данной системы тоже нет для работы если чего-то не понимаете есть вот классная кнопочка не закрывайте эту панельку ноу и здесь можно оставить фидбэк или оно вам даже напишет сейчас по-моему здесь не не здесь в security рекомендейшенах или оно вас отправит на большую документацию вот как здесь обратите внимание about recommendation security links community tools которые позволят вам лучше понимать да и например вот там track keep track changing и так далее и тому подобное для готовых уже решений по лох application который вы можете запускать отдельно ну вот да там send azure recommendation azure стекхолдером как это настраивается как такое приложение создается как оно отправляется и тому подобное к тем кто в ответе за тот или иной ресурс очень удобная штука в любом случае возвращаемся к inventory inventory как вы поняли уже здесь можно посмотреть все в обратную сторону то есть виртуальная машина и независимо от того что где и как работает здесь можно увидеть вот подобные штуки возьмем третью что алертов так и не появилось нет здесь 6 проблемных вещей систем апдейт и прочее которые показывают например какой систем апдейт не установлен только почему-то не показывают но это издержки иногда лох аналитики воркбуки позволяет опять же увидеть все это с обратной стороны например те же систем апдейт и шоу хелп да пока оно не подтянуло еще вот в чем поэтому оно показывает его хелпс вопрос вопрос никто да наземные серверы без проблем подключается еще раз как бы это ну то есть момент может быть я упустил но вы обсуждали в предыдущий раз и будем обсуждать на следующем докладе будет же следующий раз и будет доклад про гибридные инфраструктуры использования Azure Arc и Windows Admin Center то есть вот как раз там одна из тем это каким образом вы можете затянуть через Azure Arc вашу инфраструктуру в ажур видя как бы абстракции ваших физических серверов и таким образом они появляются то есть фактически как вы поняли что нужно сделать чтобы систем центр увидел требуемую машину нужно чтобы она репортила в соответствующий воркбук workspace для лох аналитики таким образом мы можем ускорить этот процесс да и мы можем обеспечить работу кстати видели что у нас пятая машинка то не затянулась где наша пятая машинка сейчас проверим сработали уже или не сработали вот сработал только dependency agent но еще для лох аналитики он не включился вот так как я говорил можно мануально ускорить процесс развертывания вот сюда West Europe то есть таким образом как только машина оказывается в workspace мы автоматически можем это дело этим делом управлять и видеть его в security центре то есть правильно добавленная машина а это делает Azure Arc настраивает все параметры вы видите объект виртуальной машины здесь можете с ним работать как с объектом Azure можете туда задеплоить опять же defender и прочие прочие вещи и после этого security центре будет видеть все что нужно то есть для него это будет такая же виртуальная машина она репортит репортит значит мое вот другое дело да что мы можем мы можем еще подключать я это упустил вот отсюда нон серверы которые добавляются куда-либо в соответствующую сеточку она публикует в этом случае себя во внешний мир и дальше ну опять же это будет тема следующего в любом случае это тоже что делает и здесь же вы можете подключать обратите внимание различные семь для работы и здесь вы можете это уже нам не нужно это это отдельная тема с другой стороны никто не спросил а как это вообще работает откуда это берется и тому подобное оно все берется из соответствующих security позиции security policy которые содержат в себе Azure Azure security center который по умолчанию развертывает базовую политику а вот вот я не знаю почему вот это вот страничка любит подвисать если у вас не так если у вас не так то это хорошо все все развисло вот да здесь вы можете увидеть все политики которые накатывает security center с их опциями как они работают с опциями которые возможно remediation если этого требуется но in compliance message для каждой из политики и тому подобное то есть фактически все эти правила как я уже сказал автоматически описаны вот здесь вот в Azure security benchmark он применен как security default policy если мы хотим использовать какие-то другие бенчмарки какие-то другие настройки и тому подобное мы можем это дело активировать и соответственно добавить в требуемую security policy почему мы не рассматриваем сами security policy сейчас во-первых там достаточно много вопросов связанных с пониманием самого языка скриптов и так далее и тому подобное вот например как вот это берется что нам нужно сделать кто за это ответит да какие non-compliance messages да то есть как бы будут использованы и прочее 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 это все сейчас добавится вот и мы сможем опять же с ними работать так вот да то есть как бы в принципе к чему я веду исходя из по исходя из базовых вещей исходя из базовых вещей такие вещи как бы как базовая policy и предоставляемые рекомендуется просто пройти поверьте мне вам на ближайшие 3-4 месяца до 6 месяцев работы там хватит настроек там хватит параметров там хватит и тому подобное для того чтобы все это сконфигурировать все это заставить работать все это обеспечить всего этому обеспечить работоспособность да таким образом пока ну я бы рекомендовал начать с базовых политик которые там асайнат с автоматически ажуром на уровне subscription он создал свою дефолтную policy взятую отсюда мы можем заассайнить еще дополнительные полиси до которые нам нужны и засайнить на соответствующий уровень мы можем создать свои кастом инициативы вот вы видите там у меня так чек и тому подобное но в любом случае давайте приведем к общему знаменателю некий базовый скор изначально вот смотрите мы тут потихонечку бодались 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 у нас уже семьдесят три процента сорок один из пятидесяти шести которые показывают что у нас здесь все хорошо остаются другие вещи которые нужно еще пофиксить и они должны быть пофикшены они должны быть проверены потом запущены в продакшен и прочие вещи которые опять же важно важно осуществить это первая часть работы вторая часть работы добавление уже существующих рекомендаций для работы после чего переходим к третьей части создания своих политик это ну вот как то так да тут спрашивали только windows сервера нет не только windows серверы ажур арк фо серверс обратите внимание поддерживаемые сценарии и операционные системы где у нас тут supported статус где-то здесь должны быть лоджика но в любом случае все это дело упирается в лоджик аналитик агент если хотите посмотреть это будет опять же на следующем видео то есть как бы можете посмотреть я хочу просто увидеть конкретные кареты конкретные параметры куда supported регион не нужно как supported а может быть вот ну вроде как ничего так достаточно много поддерживаемых линуксовских машин все какие-то дополнительные сборки и так далее microsoft как вы знаете особо не поддерживает поэтому будьте так сказать бдительны вот вернемся назад вернемся к основному тему да то есть как бы в мониторинг событий безопасности мы посмотрели на то как это все работает с точки зрения на логическое да мониторинг событий безопасности у нас присутствует здесь но пока я так понимаю что никто в упор не хочет ломиться на порты с точки зрения там атаки или брутфорса или прочих подключений ну и как вы видите никаких сейчас проблем с мониторингом событий безопасности не будет вот здесь вы будете как раз видеть все эти события где вы сможете соответственно кликнуть на каждое из событий рассмотреть его откуда кто как виноват как атакуются какие вещи какие правила и посмотреть на атаки которые были обнаружены физ физической точки зрения то есть вы будете видеть на какие дата-центры откуда идет атака где они больше всего концентрируется и тому подобное ну и сам polar alarm вот пожалуйста можно создать для того чтобы просто потренироваться сейчас он создастся причем пока она делает я хотел бы ну да кто-то попробовал запомнить меня его 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 спасибо что попробовали но видно усердия не хватает мало людей попробуйте мало а пароль дзэдун и это все знаете как в том анекдоте что когда американский сервер пентагона от атака из китая полмиллиона миллиарда китайцев сели за компьютер и в один момент набрали пароль имя мао пароль дзэдун и на 499 миллионе сервер таки согласился что у него пароль плагин мао и пароль дзэдун да таки вот сейчас то есть группа товарищей попробуйте еще раз да что я хотел показать я хотел еще также показать что если вы любите все это дело увидеть в реальном скажем так представление автоматизировать и тому подобное напоминаю что это все базы данных напоминаю что это все лох аналитика и тому подобное в данном случае для работы с ресурсами вы видите ресурс Azure ресурс граф который выбирает все необходимые параметры и поэтому вы видите здесь вы видите во первых поэтому медленно здесь потому что достаточно большие данные вы видите здесь что происходит какая подписка какие результаты и тому подобное по каждому из соответствующих объектов да то и так же как например давайте возьмем вот здесь вот возьмем машину а здесь обычно она говорит что вы хотите увидеть вы хотите аффекты ресурсы или проблемы с security то есть если аффекты ресурсы он нам вернет он он нам вернет сами ресурсы с теми или иными проблемами если мы возьмем security findings он нам вернет security findings которые позволяют вам с этим делом работать так что с этой стороны тоже можно работать плюс как я уже говорил для каждой из политик можно посмотреть и что политика проверяет ну вот если вы планируете собирать свои собственные политики вот вам исходный материал для контроля выяснения и прочих вещей так и сейчас у нас должно было быть какие-нибудь security алерты о да 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 вот вы видите вот вы видите что кто-то атаковал wordpress кто спрашивал меня что будет различными аппликейшенами пожалуйста можете посмотреть как это выглядит в аппликейшене что происходит какой момент атаки как бы обнаружен статус активный да вы можете посмотреть полные детали данной атаки и откуда кто ломится да какие акции рекомендуется предпринять в виду подобного подобной типа атаки посмотреть соответствующие тесты запустить соответствующее приложение либо же take the action ну это вернулись сюда же да то есть для работы это один из вариантов да то есть как бы обнаружено с другой стороны например что у нас там wordpress который почему-то развернут take the action рекомендации что нужно закрыть какая уязвимость найдена кто в этом опять же виноват и так далее да то есть как бы можно посмотреть с с виртуальной машиной откуда что происходит какой аккаунт куда пытаются логиниться какие нетворки и тому подобное и по идее сейчас у нас должно быть мэп и как вы видите мэп у нас ты куда убежал а еще раз указывает на на африку где-то глубоко глубоко в африке проблемы вот это один из вариантов работы да так же как и как вы видите массу других эксфильтрейшн виртуальные машины да проблемы детали уязвимые части что мы нашли об этом take the action здесь надо лезть внутрь виртуальной машины и выполнять соответствующие операции в Azure Defender вот вы видите сразу список атак которые происходили и опять же возвращаемся туда даже на алерты которые требуются посмотреть вопросы частичное управление политиками безопасности мы уже рассмотрели да и управление собственно говоря то чем называется регуляция регуляции это та часть которую вы только что увидели вот здесь вот в security policy то есть у нас есть политики безопасности у нас есть свои политики у нас есть регуляционные стандарты по умолчанию в security центр включают в себя данные стандарты потому что это бенчмарк и в это в это есть и 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 то есть как бы здесь у нас присутствуют моменты которые опять же стандартам говорят что storage аккаунт должен быть вот таким то таким то таким то пофиксить его идем в обратную сторону в inventory смотрим storage аккаунт и смотрим storage аккаунт один из таких вот вещей да а он говорит о том что вот он should not be prevented то есть как бы с одной стороны у нас есть техническое представление с другой стороны у нас есть регуляционное представление для работы и здесь мы видим все соответствующие комплаенсы мы можем увидеть их список или мы можем увидеть почему это важно где это регулируется кто control id то есть кто выступает за подобную комплаенс и тому подобное или отвечает да то есть как бы здесь уже опять же да это при больше для того чтобы сравнить комплаенсы в системах разных то есть если нам нужно не технологическое соответствие нам нужно документальное соответствование требованиям каких-то государственных политик при этом как вы помните у меня был здесь мой security policy который я добавил лично это тах чек этот тах чек представляет из себя простую политику чеканья тегов я ее на самом деле взял из своих старых политик где бы работали с клиентами она просто проверяет чтобы все требующиеся теги были заполнены и если вы посмотрите на соответствующий регуляторий compliance а вот уже цис приехал помните мы о нем говорили о смотрите по цису мы его добавили добавили то есть он должен работать да бог должен работать здесь мы можем увидеть кстати скан еще не прошел поэтому мы все видим зелененьким а вот теги обратите внимание идея тегов было в том чтобы проверить соответствуют ли теги упс хочу это ты куда это ты меня послал я где-то ошибся с бэком сат ли соответствуют ли теги наружу по идее показать группы соответствуют ли теги требуемым а че ты не показываешь группы требуемым ресурсом то есть здесь у нас список а ну да я я ошибся я понял я я не указал details и короче то есть здесь у нас группы которые предоставят должны быть проверены на теги когда я описывал политику я забыл указать details и которые должны это показывать почему я не хотел влазить в эту тему потому что все очень запутано здесь смотрите сейчас я покажу дефинишн вот моя политика тах чек она кастом она чем инициатива вернись назад она вот здесь вот описано и вот здесь вот правило проверки а вот здесь вот эффект аудит а после эффект аудит я должен был указать указать еще опцию дефолт details sorry и описать как консоль будет показывать детали я ссори я лоханулся я забыл вот соответственно детали здесь отсутствует поэтому мы их не видим но мы видим что аудит исходя из наших политик прошел мы видим что ни один из ролей то есть не соответствует то здесь мы видим что не соответствует ажерского бэчмарку здесь мы видим что не соответствует цисовскому бэчмарку не стоит этому верить потому что как вы видите ни один еще из ресурсов не был отсканирован то есть вы поняли да то есть ноль из ноля получается все хорошо вот и здесь вы видите теги то есть у меня нет сканированный но поскольку детали я не описал то то а здесь она не показала но в любом случае важно понимать разницу между рекомендейшенами по безопасности и разными вариантами сканирования для того чтобы проверять как у нас это соответствует требованиям инфраструктурным то есть это не технике верно тоже технические требования но эти технические требования не являются а скажем так применимыми они являются альтернативными или пожелательно совещательным но мы их должны также соответствовать мы им тогда должны двигаться мы также должны рассмотреть понять и сконфигурировать вопросы окей тогда никто ничего не пишет тогда давайте пойдем дальше и мы пойдем дальше к следующей теме последней но очень и очень важной и главной да это автоматизация проект проект процессов реакции на проблемы и атаки как я уже показывал везде есть опция фикса ну практически везде есть опция фикса кроме некоторых вещей да то есть как бы например здесь например у нас есть опция remediation steps которые мы сами должны пройти либо же мы можем запустить триггерет лоджик аппликейшн триггерет лоджик аппликейшн это то аппликейшн которое вы назначили вы видели там консоль управления этими триггерет аппликейшнами каждый из аппликейшн желательно называть нормально а не так как у меня и при запуске такого аппликейшн система будет выполнять какой-то код вот в лоджик аппликейшн который будет что-то фиксить то есть выполнять соответствующие операции которые нужны для данной темы по-хорошему опять же кроме имен кроме триггеров как таковых да то есть как бы видите тут можно выбрать различные сценарии как это все сконфигурировать то есть это recommendation мы можем прикрутить к security центр alert который будет выполнять alert мы можем прикрутить к HTTP request который будет привязан к HTTP request и так далее да но важно другое да то есть как бы важно то что здесь в принципе только от имен зависит как правильно вы сможете все это дело настроить и насколько операторы будут это понимать что делает сейчас logic application помните я для security для машины 3 и 1 разрешил RDP порты 3 по-прежнему у нас с RDP портом открытым а первое с закрытым deny причем обратите внимание это не тот вариант когда just in time administration это как раз тот самый вариант когда мы просто в наглую закрыли порт по необходимости да то есть это сделала 3 grid application чтобы увидеть как это выглядит и как это работает мы сейчас перейдем к 3 grid к logic application и посмотрим и посмотрим что у нас здесь есть вот он у нас logic application и обратите внимание а чё так много работала все мои всем 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 я ж не просил вроде расписание нет 6 10 5 6 26 ну окей что оно из себя представляет оно запускается когда происходит рекомендейшн и показали и он сработал я понял а когда есть некая рекомендейшн оно запускается при появлении рекомендейшн я их не фильтрую поэтому вот оно все и запустилось следующее оно отправляет мне письмо о том что на что сработало опять же мы можем проверить виртуальная это машина не виртуальная машина и тому подобное оно создает job который из себя представляет automation runbook у меня есть automation runbook вы правильно это поняли у меня есть automation runbook внутри которого есть соответствующий runbook который из себя представляет просто этот кусок можете игнорировать потому что это просто кусок обязательный для логина в automation а дальше он выбирает соответствующий subscription берет из переданных ему параметров vm id это для дебага если нашелся сетевая карточка берет у нее security group если нашлась security group находит security group security rule который соответствует 3389 порту если такая группа нашлась правило нашлось переделывает ее на deny ну не на deny на самом деле на статус deny который передается как переменная вот видите deny а вот id виртуальной машины которая находится внутри recommendation все то есть вот это вот и процесс этот процесс не совсем и отправляет мне очередной email этот процесс не совсем правильный я сейчас объясню почему да он не совсем правильный по причине того что он должен проверять все в реальности мы можем поступить в другим способом в реальности вместо запуска ранбука я могу запустить deployment arm template которому передам соответствующие также параметры и он для конкретной виртуальной машины привяжет соответствующую network security group или же мы можем сделать по-другому мы можем вызвать полиси и накатить полиси с опцией не аудит а remediation если неправильно да то есть как бы можно любой из этих сценариев использовать я для простоты как бы визуального представления и тому подобное все это сделал таким вот образом в реальности ну вот то что оно мне присылает как вы видите body request ресурс которому мы относились и вот ресурс id который должен сработать у меня здесь есть еще 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 а вот как оно и прошлось у нас и вот как результат работы следующее письмо о том что все поправили соответствующую security группу это remediation как вы их будете реализовать по-разному да но в любом случае это все базируется на logic application где вы должны создавать соответствующий logic application и дальше регистрировать их у себя в системе то есть опять же да для того чтобы создать logic application мы про них уже много раз говорили я говорил что logic application будет вашим любимым инструментом для работы как вы понимаете как вы видите много чего можно сделать даже без написания кода а именно для того чтобы все это дело фиксить и тому подобное logic application один из важных инструментов работы с ажуром самим по себе поскольку он содержит себе все соответствующие коннекторы и можно посмотреть как это создается вот у нас видите есть security центр если вы не видите security центра то набираем security здесь я сказал набираем security а да да что что пошло не так как говорится после запуска пока она тут думает совсем плохо думает что она у нас совсем сегодня не хочет дружить о о после запуска триггера когда он поменял настройки аппп можно увидеть лох действий изменений да можно увидеть лох действий изменений давайте вернемся тогда так лох аналитики здесь нам еще пригодится лох аналитика лох аппликейшн и вот все наши операции то есть можно увидеть пошагово что произошло какие он параметры получал какие параметры пришли какие параметры были использованы на каждой из процедур какие параметры откуда пришли туда-сюда третье десятое это можно посмотреть что он поменял то есть если у нас произошли изменения объектов это уже другая тема это другая тема называется монитор если мы зайдем в Azure Monitor и зайдем в activity лох то здесь в activity лох можно увидеть когда что и как происходило вот например validate это validate deployment это не не наша вот list trigger callback а это тоже не наша еще active alert во create and update нет не мы где же ты вот вот здесь то есть здесь вы можете опять же да смотреть что происходило какие операции кто виноват джейсоновский файл что я вызывал кто в этом виноват вот возвращаемся назад к logic application если вы не видите security центр стойте вот здесь вот сказал go то что что дизайнер коннектор и опять залип ну в общем если вы здесь наберете security все полностью залип security центр то соответственно здесь вы увидите список всех операций security центра и это будет триггер да где в триггере у вас происходят какие-то рекомендейшены то есть когда она запущена или триггер выполняется да если вы хотите что-то добавить да то есть следующая операция это вот здесь вот мы добавляем что нам нужно ну в данном случае там Azure Automation создаем job и в качестве параметров например run букв name так subscription ресурс групп где она у нас вот здесь вот automation аккаунт вот этот вот вот не надо ждать runbook name вот этот вот и обратите внимание у runbook есть несколько параметров и вот здесь вот что мы делаем мы смотрим это тот dynamic контент который возвращен самим Azure security центр recommendation то есть если у нас есть какие-то рекомендации мы можем отфильтровать рекомендации либо по ифам сначала либо еще чего-то например по workspace id по id устройства по definition id то есть чтобы реагировать четко на те правила которые должны быть обработаны да то есть как бы таким образом здесь происходит фильтрация всех операций ну в данном случае у меня нет фильтрации у меня просто есть ресурс details id это возвращает вот полный если посмотреть на предыдущую предыдущую лох аналии лох application он возвращает как раз тот самый полный список вот вот его возврат то есть это то что нам приехало с параметрами со всем 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 и здесь я отправляю письмо в котором идет вот такая длинная строка соответствующая id машины для которой был произведен вызов если нам нужны какие-то другие параметры мы берем body партим это body смотрим что он из себя представляет и после этого это обычный как вы видите джейсон файл и после этого пытаемся понять как это все можно утилизовать в работе вот то есть что где когда параметры кто запустил то есть id самого ассессмента id детали и ресурса статусы реагировать на это не реагировать ну и так далее то есть для каждого из типов запросов будут могут быть абсолютно разными там есть кстати и локальные машины и ажуровские машины почему source разные да и в этом случае как бы вы уже сами потом принимаете решение что делать дальше и самое главное да не забудьте зарегистрировать ваше приложение в security центре имеется ввиду то что в security центре вот здесь вот workflow automation добавляем automation и как вы видите опять же выбираем наш ресурс групп на какие вещи реагировать где она будет представлена да какие рекомендейшн и показывать например долго искать ну ну идея вы поняли да system updates should be installed это машин вот с любыми стейтами и наша logic application которая работает только она пишет что она не триггерят потому что наверное не соответствует у нас типом а или а я еще не записал его просто не записал вот сейчас запишу и у меня все будет хорошо вот таким образом выйти отсюда и таким образом вы добавляете для какой-то темы для какой-то ситуации соответствую рекомендациям соответственно уровню операции которые должны выполнять то есть если посмотреть на предыдущую здесь вы можете увидеть что в данном случае оно триггерит для всего а не system update для систем апдейта в любом случае и работает здесь то есть такой вот подход к управлению данными системами опять же да как я уже сказал оно работает не только в ручном режиме но и в автоматическом режиме поскольку система находит проблемы и триггерит их по мере необходимости каждые 24 часа вопросы так что-то никто руки не поднимает ну тогда общие вопросы если есть пишите задавайте мы как раз практически вовремя ввиду небольших технических неполадок надеюсь вот спасибо за аплодисменты надеюсь было все понятно теперь по крайней мере вы сможете сориентироваться в security центре и опять же очень важно понимать не рвитесь сразу создавать какие-то свои политики и так далее свои воркфлоу я поэтому вынес и в конец и тому подобное поработайте с тем что есть можете назначить дополнительные политики комплаенсы и так далее у себя в системе с которыми ваша система будет работать их здесь достаточно ажуровской политики тоже достаточно microsoft так считает если вдруг понадобится вам нужно написать будут свои политики вы это можете сделать и после этого просматривать в регуляторе compliance опять же анализируя ведь еще еще не сработало то есть я все-таки верил что она появится но она еще не появилась так же как и давайте посмотрим что у нас с пятой машиной о пятая машина заползла я ее пнул видите пятая машина у нас теперь unhealthy мы ее тоже можем сделать healthy по security группам у нее они просто принципиально отсутствует соответственно нам придется другую создавать скрипт который полный не просто поменяет а полностью создаст или модифицировать тот который есть сейчас чтобы создать security группу и после этого убрать из нее вещи но зато есть опция опять же quick fix которая just in time позволяет быстренько сконфигурировать для необходимых вещей вот и посмотрите на регуляторные требования для работы то есть ваша первая задача довести security scope до 100% видите новая машина появилась ненастроенная 71 упал до 68 вот так вот тяжело бороться я вот не понял насчет фронт-дор может сказать если есть experience вот про фронт-дор и про firewall менеджер это отдельная тема мы сегодня ее не рассказываем поскольку это опять же да тема другого разговора хотя она тоже интегрирована с security центр так ну и еще раз напомню про то что называется публичное интервью если хотите проверить свои силы приходите позадаем вопросы поотвечаете на них посмотрите насколько глубоко или конкретно вы знаете security центр можете ли вы технически работать на соответствующих позициях по работе с azure и тому подобное очень полезно для собственных знаний ну и все что касается меня лично то есть найдете опять же не стесняйтесь добавляться в linkedin вначале так бодро пятерик человек добавилось и уже это самое пропали скажем так никто больше не добавляется опять же да вот по этой ссылке вы найдете видео по экзамену azure fundamentals z900 битлы да есть еще много разных других ссылок по теме на ютубовском канале в общем хватает различных обзоров ажуровских технологий и тому подобное ну и в общем то на linkedin я тоже стараюсь держать всех так сказать в введении того что новенького появляется вопросы ну и если вопросов нет тогда передаем слово наверное ольге поскольку семинар организован компания муки если у вас есть дополнительные вопросы компании мук можете писать на предоставленный email или ольга по моему ольга нас не слышит или ольга ответит на ваши вопросы ольга тогда у вас есть еще пару минут надо писать да возвращаясь к теме в опять же в следующего семинара восемнадцатого это эжур арк то что называется работа с локальными системами сейчас он очень активно развивается майкрософтом это то что называется веб админ центр который позволяет более тонко управлять виртуальными машинами внутри ажура и даже он премис из ажура это все так и собственно говоря security центр там будет выставлять выступать тем той частью которая вот работает и показывает что у вас происходит в том числе и в он провис инфраструктуре ну что на этом тогда будем прощаться до следующей пятницы всего хорошего увидимся и смотрите другие соответствующие видео может будет полезным всего хорошего видео и